Губернатор Орловской области принял участие в 10-м Гайдаровском форуме в Москве, где обсуждались вопросы демографии, занятости и экономического развития. Напомним, форум проходит ежегодно и является научно-практическим мероприятием с участием ведущих ученых. Конечно, когда мы рассматриваем в рамках пространственного развития территорий, в рамках размещения трудовых ресурсов, регион заинтересован в том, чтобы и этот аспект был особо отмечен, потому что сегодня образование здравоохранения любого региона нуждается в качественном составе тех людей, кто там работает. Соответственно, у нас близость к Москве, у других регионов близость к другим экономическим центрам создает определенную сложность. И если мы все понимаем, что на сегодняшний день вопросы демографические серьезно влияют на экономический рост, тогда необходимо предпринимать целый комплекс мер, начиная от вопросов рождаемости, заканчивая вопросов обеспечения занятости. Андрей Клычков отметил, что в 2018 году в Орловской области увеличилась рождаемость на 1,1%. Губернатор предложил рассматривать демографический вопрос в комплексе с созданием условий по занятости, образованию и экономическому развитию. Статистика последних пяти лет показывает, что на Орловщине на 23% увеличилось число многодетных семей. Регион делает все, чтобы дети были обеспечены местами в дошкольных учреждениях. Таких в прошлом году появилось на 7 тысяч больше. Данные привел Андрей Клычков. Обеспечение роста заработной платы. Орловская область в данном случае является, наверное, не самым лучшим регионом с точки зрения показателя. Мы занимаем последнее место по средней заработной плате. В этой связи сейчас те региональные механизмы, которые нам предоставлены, это и майские указы, и национальные проекты, направлены на то, чтобы максимально широко создать условия экономического роста. В рамках 10-го юбилейного Гайдаровского форума прошло больше сотни мероприятий, от секций до дискуссионных площадок. Традиционно в работе форума принимали участие российские и зарубежные эксперты, общественно-политические деятели, журналисты и предприниматели, члены правительства России и руководители регионов. Те программы региональные, которые сегодня реализуются, по моей инициативе в прошлом году была запущена программа «Молодая семья», которая включает себя в шею госпрограмм на ближайшие три года. Это и вопросы создания условий для дошкольного образования, школьного образования, среднепрофессионального, создания условий по улучшению жилищных условий молодых семей, ну и, соответственно, переход уже создания дополнительных условий, не только гериатрических и палеотивных, к сожалению, приходится об этом говорить, но и условий для старшего поколения. Продолжение следует...